итак наш кот уже хорошо прыгает и даже прыгает вперед вот я еще раз покажу как это происходит это наша следующая часть следующий маленький мини урок в котором мы сейчас усовершенствуем прыжок кота таким образом чтобы когда он подпрыгивает он не двигал лапами что для этого нужно сделать по-хорошему нам нужно чтобы когда он подпрыгивает у него менялся каким-то образом костюм и как бы замирал в прыжке мы не будем подбирать специальный костюм для этого нужно еще хорошенечко его подготовить а возьмем просто сделаем так чтобы когда кот находится в процессе прыжка мы не будем менять костюм что это значит это значит что нам нужно ввести специальную переменную которая будет определять в каком состоянии находится код от может находиться в двух состояниях первое состояние это когда он идет а второе состояние когда он прыгает но давайте так и сделаем сделаем переменную состояние и мы договорились что если это значение имеет если переменная у нас будет равна единица то есть первое состояние значит у нас будет ходьба то есть он идет и перебирает лапками. Второе состояние это состояние прыжка. Мы можем в принципе использовать для этого состояния либо значение 2, либо значение 0. Но давайте, чтобы было легче идти, когда у нас код идет, состояние будет 1, а когда код прыгает, состояние будет 2. Так и сделаем. Значит мы должны ввести еще одно значение. Сначала у нас код идет, поэтому у нас состояние будет равно переменное состояние будет равна единице. А тогда, когда мы нажмем пробел, у нас переменное состояние будет иметь значение 2. Но когда он уже закончил прыжок, нам нужно опять значение переменной вернуть, конечно не смещение состояния, надо очень внимательно, вернуть значение 1. И теперь нужно разобраться, где нам нужно отлавливать, проверять точнее значение переменной. Здесь, когда мы нажимаем на пробел, нам и так понятно, раз мы нажали на пробел, значит мы находимся в состоянии прыжка. И просто мы изменили значение переменной. Когда мы его закончили, мы опять изменили значение переменной. Точнее задали нужное значение. А когда мы идем, тогда нам нужно вот здесь в цикле всегда поставить проверку. Если значение переменной состояния равно единице, тогда мы костюмы меняем. А если оно не будет равно единице, например, когда мы нажали на пробел и это значение сразу станет равным двойке, у нас костюм меняться не будет. Давайте проверим. Итак, мы идем, я нажимаю на пробел и вот у нас костюм не меняется. Но у кота все время какой-то костюм, который был последним, в состоянии которого мы нажимали на пробел. В принципе, вполне нормально, он замирает в воздухе и в принципе, когда мы прыгаем, мы тоже можем разбрасывать ноги по-всякому, то есть не обязательно как-то специально группироваться. Вот такое небольшое улучшение, которое сделало наш прыжок еще более реалистичным. На следующем мини-уроке мы рассмотрим еще один способ реализации механики подпрыгивания, который использован в игре динозаврик. Вот здесь у нас прыжок реализован немножко по-другому. Я сразу проиграла и у меня дракончик завис в воздухе. Ну что, до встречи в следующем мини-уроке, рассмотрим следующую механику. Но прежде чем перейти к следующему уроку, пожалуйста, сделайте, реализуйте вот эту механику, вы тогда поймете все нюансы и сможете это использовать в своих играх. Всем успехов и до встречи!